О! Сделано в RedBarn. Вместе со спонсором сезона, агрегатором отзывов ТВК. И сегодня мы с вами продолжаем в рамках нашего подкаста говорить о клиентском пути и об отзывах, которые генерируются и почему они настолько сильно важны каждому бизнесу. Сегодня наш гость Евгений Белавин, основатель и генеральный директор ТВК, сервиса, который помогает контролировать отзывы и репутацию в интернете. Собирать обратную связь клиентов и улучшать позиции в поисковиках. Евгений, добрый день! Всем привет! Сегодня мы поговорим об отзывах, очень важном инструменте обратной связи с аудиторией бренда. Я расскажу, как отзывы влияют на продажи в бизнесе, какую роль они играют в репутации компании на рынке и как построить работу с ними. Давайте сразу начнем с интересного. Вообще, насколько сейчас важны отзывы для бизнеса? Ну, чтобы не быть голословным, могу рассказать небольшую историю. Давайте предположим, что сегодня 2005 год, мы сидим с вами дома на диване, смотрим телевизор и нам внезапно начинается рекламный блог и рассказывают, что сегодня новый день в истории, появилась первая в мире цифровая видеокамера. То есть, кассеты VHS больше не нужны, записывай, перезаписывай, она еще компактная, маленькая, ее легко брать с собой путешествия, да и вообще лучшие годы жизни проходят, неплохо бы их и записать. Вы сидите, смотрите на рекламу и в этот момент у вас появляется стимул. Прикольно, почему бы не попробовать? В 2005 году что вы делаете? Вы встаете с дивана, едете в ближайший магазин электроники, подходите к полке, берете эту камеру, к вам подходит менеджер по продажам и начинает вам какие-то маркетинговые вот эти буллеты, точки усиливать. Говорят, что действительно легкая и начинается вот эта продажа. Вы посмотрели, вам в целом понравилось, вы эту камеру забираете домой, покупаете и начинаете ей пользоваться. И в этот момент вы начинаете сопоставлять те обещания, которые вам дала реклама, то есть бренд и то, что вам рассказывал менеджер по продажам. И в процессе эксплуатации у вас появляется опыт. И вот с этим опытом вы можете уже дальше делиться со своими коллегами по работе, с родственниками, с детьми, с друзьями и так далее. Так вот, вы использовали, решили поделиться своим отзывом об эксплуатации, все сделали классно. Вот это был путь 2005 года. Сегодня 24 год. Как сегодня выглядит пользовательский путь? Мы сидим дома на диване, уже листаем страницы в интернете, и нас опять догоняет реклама, в которой говорят, вышла новая камера, весит 100 грамм, в воде не тонет, в огне не горит. Очень крутая экшн-камера, бери. И в этот момент у тебя появляется стимул эту камеру посмотреть. Что в 2024 году Екатерина делает пользователь, когда у него появился стимул, что ему это надо? Я здесь потом свою историю добавлю, но понятно, что человек смотрит отзывы. Человек, есть даже термин появился, он начинает гуглить, он начинает искать информацию в интернете, отзывы, обзоры. Появился уже чуть-чуть попозже YouTube, начинает смотреть видеообзоры. И получается, что в 2024 году человек собирает максимум информации об этой камере. И, по сути, он принимает решение купить эту камеру или воспользоваться услугой дома, сидя на своем диване. И сейчас мы видим тенденцию, и маркетинг это видит в том, что когда клиент приходит в магазин, он уже в голове сделал выбор, что он готов ее купить, ему нужно только ее посмотреть. Грубо говоря, тактильно потрогать. А менеджер по продажам здесь уже, по большому счету, никакого влияния не имеет. Да я уже все посмотрел, да я уже все знаю, менеджера по продажам в офлайн-ритейле вам расскажут это лучше, чем я. Да, это правда. Поэтому отвечай на вопрос, насколько отзывы важны. Мировые исследования сегодня говорят о пару цифр, что 98% пользователей, прежде чем совершить покупку, читают отзывы в интернете. Из последних клевых цифр, 82% специально ищут негативные отзывы. И этот тренд уже много лет на всех материках исследования были, они в примерном диапазоне от 92% до 98%. Вот влияние отзывов на продажу. И получается вопрос такой. Если о вас, как о компании, или как о продукте, нельзя найти отзывы в интернете, или они плохие, или их нет, а соседний товар такой же, у которого классный рейтинг, классные отзывы, ответьте сами себе на вопрос, какой товар или услугу выберет потребитель, точно у которого все круто. Поэтому отзывы важны, как на шариковые ручки, вы удивитесь, но на шариковые ручки люди пишут отзывы, а еще кто-то их читает. А если вы продаете чугунный мост, который стоит чугунный мост, там отзывы еще более важны. Когда мы хотим потратить много денег, это большие риски, если я обычный физик и покупаю что-то для себя, и не дай бог, если я сотрудник компании и принимаю решение выбрать какой-то сервис или закупить какой-то товар, я бы хотел все-таки минимизировать свои риски и купить то, что прослужит мне долго и качественно. Поэтому все читают отзывы, и это уже клинический факт. У меня в этой истории есть просто потрясающий кейс. В последних двух недель я решила купить инвестиционную квартиру и, соответственно, сравнивала варианты. Мы понимаем, что вариантов много, конечно же, и каждый менеджер рассказывает, что их вариант для инвестиций самый лучший. И, значит, у меня было буквально три этапа. Значит, первый этап – я оставила заявку, кто-то со мной связался, а кто-то нет. То есть уже часть отсеклась. Второй этап – это мне прислали материалы, по которым я уже выбрала более или менее варианты. И третий, добивающий для меня был вариант. Это я не могла определиться между двумя. Я зашла просто в два гиз, нашла объект, который строится, то есть литер следующий, который должен построиться у одного объекта и у другого. И посмотрела отзывы. Почему? Потому что для меня было важно с точки зрения инвестиций, где люди там хотят жить, что они пишут. Потому что в дальнейшем я понимаю, что те, кто будут снимать квартиру или перепокупать, они все равно будут смотреть на объект. Что иллюстрирует, насколько хорош объект. Отзывы. Я посмотрела отзывы. У одних был рейтинг где-то 4,7, у других 2,1. Отгадайте, что я выбрала. То есть это просто кейс последних двух недель. И, по-моему, я даже в одном из выпусков уже рассказывала даже об этом, как я принимала это решение. Поэтому я здесь прям плюсую. У нас кейс в том, что мы сейчас ехали к вам, мы гости в вашем городе, и решали, где покушаем после того, как подкаст запишем. И нам порекомендовал поисковик ресторан с гусями. Ресторан, в котором ходят гуси. Интересное предложение нам показалось. Рейтинг 5, 3,5 тысячи отзывов. Офигеть. И мы, как 82% людей, о которых я говорил раньше, решили почитать негативные отзывы. Что вы думаете? Отзыв одна звезда. Приехали, попросили... А, гусыни не было. Попросили у администратора нам эту гусыню вывезти. Она сказала, пообещала, что она скоро выйдет. Но так и не вышла. Одна звезда. Ну, как пример. Это смешно. Я тут сразу вспоминаю истории, которые у нас были в путешествиях. У меня есть очень такое простое правило для того, чтобы экономить свое время. Мы же тоже знаем, что люди сейчас генерируют положительные отзывы. И это достаточно такая большая проблема. То есть мы можем увидеть опять-таки 5000 отзывов сплошь положительные. Но если мы отфильтруем по негативным, то мы увидим реальную ситуацию, которая может быть. И у меня в путешествиях всегда есть такое правило, что я, когда смотрю на NBNB или на Booking, какое-то жилье, я сразу фильтрую по негативным. И то есть там просто картинка сразу наглядная максимально. То есть одно дело, когда гусыня не вышла, мы поставим единицу. Другое дело, когда, ну не знаю, я сейчас условно скажу, что там клопы были. Понятно, что в этот отель, даже при том, что у него рейтинг будет высокий, ты не поедешь в принципе. Потому что ты посмотрел на негативный отзыв, и если не было адекватной обратной связи, в которой рассказали, как эту проблему решили, то вариант отпадает просто однозначно и сразу. Поэтому тут я вхожу вот в эти 82%. Насчет Airbnb и вообще всех услуг, такой маленький лайфхак, когда вы смотрите на негативные отзывы или на позитивные, всегда смотрите на дату, когда этот отзыв был написан. Бывают ситуации, когда ты читаешь отзывы и даже на дату не смотришь. А оказывается, что, например, в ресторане этот негативный отзыв был написан в 2018 году, а сегодня 24-й. И надо задать себе вопрос, а там до сих пор так отвратительно готовят, или, может, повара уже поменяли, там все отлично. Поэтому время тоже очень важно иметь значение в отзывах. Согласна. Тут тоже, да, всегда тоже, как пользователь, да, даже обращаю на это внимание. Но у меня здесь, знаете, хочется поговорить как раз-таки о генерировании, генерации положительных отзывов, да, сейчас то, что делают многие бизнесы. Как обычному пользователю, обычному человеку отличить вот то, что написано, заказные, да, вот эти отзывы, от реальных? Что мы здесь можем порекомендовать? Про генерацию положительных отзывов, фейковых. Тут такая история. Если вы бизнес и приходите в агентство, которое занимается написанием этих фейковых отзывов, это на самом деле бизнес, и маркетинг этим занимается, и не чурается этого. Там история такая. Вы, когда приходите, вам дают опросник. Ну, расскажи там о себе, свои сильные стороны, и всегда просят указать немножко, скажем так, легкого негатива. Как пример. Были в ресторане, все отлично, все хвалят, но нет парковки, например, и четыре звезды. Или были там, все классно, но нет детской комнаты. Как на это смотреть? Если у вас нет представления, по каким шаблонам эти опросники составлены, если вы не подготовленный человек, вы, скорее всего, это не поймете. Но бывает настолько глупое объявление, когда, например, отзыв на посудомоечную машину. Рассказывают, какая она прекрасная, как она помогает. И в самом конце. А еще нам понравился тот факт, что потребление воды там три литра в час. Что-то такое. И ты читаешь и думаешь, ну, кто в разуме будет это указывать? В разуме это так и звучит. Вот пришла компания, сказала, вот у нас классная посудомоечная машина. Спросили, а какое сильное качество назовите? А у нас маленькое потребление. И вот это маленькое потребление они написали просто так же, как написано в паспорте. И это дико видно. То есть вот когда прямо есть вещи, которые прям паспортные, это очень странно. Всегда очень странно. Мне кажется, еще очень странно, когда огромное количество положительных отзывов выходит в один день. Это тоже прям видно. И второй момент, это когда положительные отзывы, они плюс-минус одинаковые. Из разряда, ну, там вот если взять какой-нибудь салон красоты, да, и там будет очень похожая история, типа, все понравилось, большой выбор там цветов для гель-лака, не знаю, там классные мастера, вот что-то такое. Ну, то есть обычно все равно там человек, у которого действительно был какой-то персонализированный вот этот опыт, он напишет иначе. Он скажет, я сегодня сходила к Оле, Олечка там лучший мастер маникюра, я вот ее выбираю два года, вот мои ноготочки, посмотрите, пожалуйста. То есть, ну, понятно, что не каждый так скажет, но мне кажется, что еще вот по таким критериям тоже можно смотреть. Если отзывы очень обобщенные, то это, скорее всего, такой знак, что нужно отфильтовать по негативному, почитать негатив. Не всегда так. Вы, ну, я думаю, все сталкивались с ситуацией, когда вас просто просят отзыв написать. На самом деле, попросить довольного клиента написать отзыв о себе, это правильная стратегия, это нужно делать. Я расскажу, наверное, чуть позже, зачем это надо, если мы дойдем до таких вопросов глубоких. Зачем это нужно, мы об этом поговорим. Но вообще, мы-то сторонники того, чтобы агентства по управлению репутацией, их вообще в природе не было. Чтобы не было компаний, которые пишут фейки или эти фейки удаляют. Ну, одни пишут фейковые отзывы, другие пытаются отзывы удалить, и мы вообще против этого. На тебя написали негативный отзыв, и мне как бизнесу неприятно, на меня негативный отзыв написали. Но надо понять, что, а вдруг это правда, я плохо отработал. Может, у меня официанты плохо работают, может, у меня мастер по маникюру там заусенец где-то сделал. В этом надо разобраться. И негативный отзыв как раз, кстати, тоже есть исследование, что не только люди смотрят на негативные отзывы, они им и доверяют больше. Поэтому бывает ситуация, когда у компании 500 положительных отзывов и условно ноль негативных, люди ведь не глупые, они же задутся вопросом, а как такое бывает. Поэтому, когда есть негатив, это нормально. Просто к нему надо адекватно относиться. Написали негативный отзыв, тоже часто вопрос дают, а что делать с негативными отзывами? Ну, во-первых, отработайте его, разберитесь, прочитайте, что там пишут. Если это так, ну, реально это так, ну, идите и попробуйте улучшить свой сервис или продукт. Если вы считаете, что этот отзыв не настоящий, фейковый, его кто-то написал, практически у каждой платформы есть возможность обжаловать отзыв. То есть вы можете на него пожаловаться и написать о том, что на самом деле такого не было, вступив в диалог со службой поддержки, этот отзыв вам удалят. У нас, как у компании, которая занимается отзывами, на нас самих отзывы такие писали. Да. И у нас до простого было. Нам же звонят, облачная, телефонная, все телефоны записываются. Мне писали отзыв, позвонили тогда-то. Ну, какой-то был контекст, что мы человеку что-то там навязывали или продавали, я не помню. Мы в Яндексе написали. Мы написали в службу поддержку Яндекса. Сказали, вот номер телефона, вот этот человек, который нам это написал, они послушали звонок и его удалили. То есть нет в этом ничего плохого. Бывают люди, которые, ну, не стоя ноги стали. Бывает такое. Бывает кто-то по заказу делает. Тоже бывает. Жизнь сложная. Но реагировать надо на негативное, адекватное. Написали про тебя. Выдохни. Сделай работу над ошибками и идешь дальше. Здесь тогда в эту тему, зато он, мне кажется, самую частую боль предпринимателей, на которой им пишут отзывы, это такая история, что положительные отзывы люди оставлять не хотят или делают это очень редко. А как негатива, так его полно. И вот есть предприниматель, который зачастую, я не стою ни к этому подходу, но зачастую относится к своему бизнесу как к ребенку. Вот что, он его холит, лелеет и так далее. И здесь кто-то пришел, написал там негативный отзыв, при этом там этот предприниматель думает или знает, что там в день проходит еще, там плюс 10 довольных клиентов, например, в том же там, не знаю, в каком-то бизнесе, где не такой большой поток. Как ему найти эту грань между тем, чтобы воспринять этот отзыв адекватно и просто с ним проработать, и все-таки между тем, чтобы понять, что люди чаще пишут негативные отзывы, чем положительные, и начать генерировать эти положительные отзывы. Это самое распространенное заблуждение, которое существует на рынке, что люди чаще пишут негатив, чем позитив. Если бы это было так, то на весь бизнес мы бы видели у всех единицы, двойки, максимум тройки, но мы же видим четверки, пятерки. Так как мы рынок видим немножко с другой стороны, я вам могу сказать такую историю, что люди все-таки чаще пишут позитив. Есть сферы, например, банкинг. Вот на банке, ну, никто не будет писать, окей, не никто. Пишут очень мало. То есть, если на услуги, на рестораны, кафе, что угодно придумайте, сфера услуг, там все-таки 90 на 10 в сторону позитива. Если мы говорим про финансовые услуги, ну, там не 90 на 10 в обратную сторону, но там негатива действительно очень много. И, например, у банков, у страховщиков, у них другая проблема. Им надо вот этот большой объем негатива перекрывать. Вот это сложная задача. Если вы сфера услуги, и у вас негатива больше, чем позитива, у вас явно какие-то проблемы не со стороны репутации, а в бизнесе, вам надо понять, а что вы делаете, это не так. Потому что, если вы будете этим вопросом заниматься, заниматься, а негатива будет идти, будет идти, и вы ничего с ним будете не делать, ну, вы закроетесь. Есть у нас очень известный в узких кругах, да и не в узких, ресторатор, Борис Зарьков, White Rabbit Family, три ресторана со звездами Мишлен. Вот у него есть такая фраза. Ну, в общепит, для общепита она подходит, она для всех подходит. Если у вас оценки 4 и 5, у вас деньги будут всегда. Тут обсуждать-то нечего. Негатив на вас пишут, как я и говорил, работайте с ним. Здесь мне хочется еще добавить такую историю, что очень часто, ну, она чуть будет и про другой, в том числе, но мне кажется, отлично иллюстрирует картинку. В общем, есть в маркетинге, да, вот этот показатель, как NPS, Net Promote Score. Но при этом есть также и другая история про то, что в стартапах преимущественно используется не NPS, а показатель повторных использований. Почему? Потому что человек в целом, он должен оставаться не только удовлетворен, но еще и у него должна возникать привычка приходить конкретно в это место. Ну, то есть сейчас наши слушатели, мне кажется, могут вспомнить свои какие-то истории, когда вам, в принципе, понравилась какая-то кофейня или ресторан, но вы почему-то туда больше не вернулись. Помогают ли как-то отзывы отвечать за возврат клиентов? Вот с этой стороны можем ли мы что-то сказать? Ну, это вообще, на самом деле, большой комплексный вопрос. Это история в маркетинге называется петля лояльности, по большому счету. Как сделать так, чтобы если человек захотел пиццу, он вспомнил именно ваш бренд и к вам пришел. Отзывы входят в петлю лояльности отчасти, но это не прямой инструмент. Но если отвечать на ваш прямо вопрос, он немножко про другое. Есть компании, которые задаются вопросом. Вот у нас пишут отзывы, хорошие и плохие. А на какие отзывы нам надо отвечать, а на какие, например, не надо отвечать? Тоже распространенный вопрос. Чаще всего, вот с кем мы работаем или приходим, только начинаем работать, ситуация такая. Мы отвечаем на негатив, но на пазив вообще не смотрим. Ну, типа, классно, что им отвечать? А не классно, ну, давайте там извинимся. Там история такая. Конечно, если вы написали на вас негативный отзыв, нужно прийти и сказать, извините, простите, не надо выходить публично разбираться, какой-то негатив генерить. Скажите, извините, что провинились, будем лучше в следующий раз. Оставьте, пожалуйста, свои контактные данные, мы с вами свяжемся и попробуем вгладить вино. Ну, вот это плюс-минус универсальный кейс, как сделать так, чтобы негатив, который у вас в сети есть, он, клиент этот вернулся. Это первое. А второе, тоже важное, когда я, будущий клиент вашей компании, он на картах, там, я не знаю, на отзывиках, увижу, что вот отсортировал по негативным. У нас сегодня какой-то негативный, да, подкаст. Отсортировал по негативным отзывам, я вижу, что есть негативный отзыв. Под негативным отзывом я вижу, что есть официальный ответ, где написали, извините, простите, приходите, контакты оставили, сказали, выходите на связь. Я это принимаю следующим образом. Если что-то произойдет, то меня не бросят, меня не оставят. Я напишу отзыв, и компания как-то попробует этот негативный аспект, который случился, сгладить. И это тоже дает такой компании плюсы. И это разговор о том, что негативный отзыв, они тоже генерят трафик. И вообще самое частое заблуждение, что на вопрос компании, которые, например, не хотят нашими решениями пользоваться, они говорят, а зачем нам с отзывами работать? Что они нам дают-то? Не все понимают, но отзывы, это же про деньги. Однозначно. И здесь добавлю еще тезис как раз-таки к тому, почему нужно работать еще и с положительными отзывами, как раз в тему возврата клиентов. У нас в маркетинге есть такая вещь, как эмоциональная связь. То есть у нас есть путь клиента, в любом случае точки касания. И в каждой этой точке касания, мы как раз в рамках подкаста очень много про это говорим в рамках сезона, и есть вот эти точки контакта, и там всегда есть какой-то эмоциональный окрас. Он либо плюс, либо ноль, либо минус. Нам нужно, чтобы всегда окрас был ну либо ноль, потому что бывают у нас точки касания, где у нас нет никакого эмоционального восприятия, либо плюс. Ну то есть, чтобы у нас был какой-то вау, либо положительный в целом эффект. Так вот, создавая как раз-таки более глубокую эмоциональную связь, мы делаем так, чтобы клиент привыкал приходить к нам, потому что ему тяжелее будет переключиться на другой вариант. Например, вы пришли в какой-то ресторан, вам очень все понравилось, вы написали положительный отзыв, вам на этот положительный отзыв еще супер мило ответили. У вас получилось положительное подкрепление, то есть плюс реакция, плюс эмоция, и вероятность того, что вы вернетесь, она так или иначе повышается, просто за счет того, что у вас эмоциональная связь глубже. Переключиться на другой вариант тяжелее, поэтому я тоже сторонник того, что отвечать нужно на все отзывы, причем на положительные отзывы нужно отвечать абсолютно так же лояльно, как и на негативные. У нас же есть еще история про то, что... Мне кажется, история с отзывами напоминает в целом картинку про то, что люди работают над новыми клиентами, но забывают работать с теми, кто приходит постоянно, да? И это в макетинге считается большой ошибкой, то есть мы должны работать и над привлечением, и над ретеншн, над удержанием. И вот тут тоже как раз-таки про отзывы, что да, работайте с негативными, чтобы исправить впечатление, но на положительные отвечайте тоже обязательно, чтобы создавать более глубокую эмоциональную связь. Согласны вообще вот с этим, с вашей точки зрения? Ну, конечно, согласен, но не до конца. Ну, не то, что не до конца. То, о чем вы, Екатерина, говорите, это на поверхности. Понятно, эмоциональное подкрепление, это все классно. Но в интернете это работает немножко по-другому. Рассказываю. Вы когда заходите, например, на Яндекс, пишите, кафе рядом со мной, или многоточки, что вы там ищите, нажимаете на поиск, и вам Яндекс выдает некую поисковую выдачу, где первые места занимает реклама, а потом идут сайты. От первой до десятой страницы, да, и поехали дальше. Вот это ранжирование, кто будет первый, кто второй, кто третий, оно со стороны Яндекса достаточно сложный технический инструмент. Чтобы попасть на первое место, нужно соответствовать достаточно большому количеству критериев. Как быстро открывается ваш сайт? Есть ли у вас мобильная версия? Какая у вас ссылочная масса? Обращается ли кто-то к вашему сайту? Сколько к вам заходит ежедневно пользователей? Этих аспектов очень много. И один из аспектов, на который Яндекс и Гугл в том числе смотрят, это опишут ли на вас отзывы. То есть Яндекс задает вопрос. Вот есть кафе номер один, а есть кафе номер два. В одном кафе пишут отзывы, а на другое отзывы не пишут. Вопрос, вот как поисковику. Кого на первое место поставит Яндекс? Компания, у которой есть отзывы в карточке, или у компании, которой нет? И почему? Ну опять, это мы говорим про acquisition, про новых пользователей. Однозначно понятно, что здесь будет история про то, что будет выше тот, на кого оставляют отзывы. Плюс еще нужно не забывать, что если мы говорим о поисковой выдаче, то тот же самый Яндекс, да и Гугл, они в поисковую выдачу первым делом все равно ставят сайты-агрегаты, свой справочник. То есть Яндекс.Справочник у нас сразу отображается рейтинг компаний. То есть если мы ведем там салон красоты Москва, то нам обязательно высветятся топовые салоны, то есть даже не их сайты, а вот Яндекс.Справочник с рейтингом. То есть это тоже важно, чтобы мы там фигурировали вот в этих первых трех-пяти как раз-таки пунктах, потому что это дает большой трафик. Тут однозначно согласна. Но мой тезис, он, видите, был еще про то, что на ретеншн, на удержание. То есть когда человек пришел один и раз, оставил положительный отзыв, меня, например, как маркетолога, очень сильно, ну не то чтобы устраивать, но я считаю неверным, когда предприниматели не работают с позитивом, потому что им кажется, что человек остался один и раз доволен, ну значит все, он наш. Нифига, в современном мире мы настолько находимся в хаосе, за наше внимание столько борется компаний, что все хотят, чтобы мы переключились с одного решения на другое, с одного салона или ресторана на другой салон или ресторан. И вот эта работа с положительными отзывами, она хоть и не очевидна, но она действительно помогает на самом деле удерживать вот эту лояльность, чтобы человек продолжал приходить. То есть тоже вижу, да, здесь такой перекос, что многие почему-то думают, что лояльность это мы сейчас будем закупать кучу блогеров, чтобы они к нам продолжали ходить, но мы не будем работать с людьми, которым у нас понравилось, хотя это могли бы быть самые топовые амбассадоры. И как раз-таки зачастую вот этот путь от просто лояльного клиента до амбассадора, он проходится достаточно просто. Вы ответили на положительный отзыв. Не совсем, Екатерина, вы меня не дослушали, а я подводил к вашей истории. Давайте. История заключается в том, что в поисковой выдаче компании смотрят в том числе на отзывы. И опытным путем уже есть цифры. От 15 до 20 процентов зависит того, на каком ты будешь месте, есть у тебя отзывы или у тебя их нет. Работаешь ты с ними или не работаешь. В 2019 году была конференция Яндекса, на которой представители вышли и сообщили следующую информацию. До 2019 года вы должны были, обязаны отвечать на все негативные отзывы. Иначе Яндекс у вас убирал некие виртуальные баллы, и вы с поисковой выдачей падали все ниже. С 2019 года они сказали, что вы обязаны отвечать на все. То есть мы можем говорить о ретеншене, мы можем говорить о клиентоориентированности. Мы об этом можем говорить. И вот эти классические маркетинги и механики. Но мы еще забываем, чаще всего забываем о том, что нам же надо клиентов сначала привезти. Одно дело, когда ты уже встал на ноги, у тебя есть клиентская база, а компании, которые только начинают выходить, они задаются вопросом, а как мне сделать так, чтобы ко мне пришли? И здесь история о том, что когда ты начинаешь работать с обратной связью, с отзывами, то тебе поисковики поднимают выше, потому что есть такой термин UGC, User General Content. Поисковики очень любят, когда пользователи приходят и делятся какой-то уникальным контентом в гусяной платформе. И те рестораны, если, например, мы рестораны берем, у которых этого контента больше, они всегда будут выше. Поэтому, когда я пишу рестораны рядом с точкой, где мы заказываем, точнее, где мы записываем подкаст, в первую очередь мне показывают ресторан 5 звезд, 3,5 тысячи отзывов с какими-то гусями. Он не просто так там. И я иду туда. А с вашим тезисом, ну, конечно, отвечайте на позитивные и на негативные. Как без этого? Да, хочется, чтобы сейчас все предприниматели сразу это приняли к делу и не игнорировали этот пункт, потому что есть сейчас на самом деле с этим большая проблема. То есть все-таки отвечают зачастую на негативные. Давайте поговорим о решениях, которые вы предоставляете в ваш сервис предпринимателям. Как вы вообще помогаете работать с отзывами? Ну, давайте представим. У вас один ресторан. Кафешка, салон связи, там, барбершоп, любая сфера услуг или производство, это не имеет значения. Возьмем ресторан. Для того, чтобы контролировать отзывы в интернете, вам нужно как минимум смотреть на карты, отзывики, профильные площадки. Их в России самых популярных для сферы общественного питания порядка 20. Вот вы один ресторанчик, который, по идее, должен смотреть 20 площадок и задаваться себе вопросом каждый день. Они написали ли на этих 20 площадках обо мне какой-нибудь отзыв? Если хороший, то окей. Если плохой, ну, наверное, хотелось бы его посмотреть. Вопрос. Может ли один ресторан контролировать ежедневно 20 площадок? Ну, нет, там же обычно вообще особо-то и маркетинговой команды нет. На самом деле может. На самом деле... И это если фокус сделать на это. Да, да, нет маркетинговой команды, мы только открылись. Можно всякое... Ну, давайте скажем, окей, сможет. Да, если держать на этом фокус. Но в реалиях никто это не делает, к сожалению. В реалиях ты открывал бизнес, чтобы людям радость дарить и кормить классной едой. Конечно, ты про отзывы не будешь помнить. Ну, предположим, что ты прям классный чувак и сможешь это сделать. Если у тебя 10 ресторанов, то тебе уже надо смотреть в эти же 20 площадок, но не 20 раз, а 200 раз. Если у тебя 100 ресторанов, это 2000. Ну и, соответственно, в федеральной сети все, что большое, это очень и очень большой бизнес-процесс. Если даже у вас есть команда людей, которые этим занимаются, человеческий фактор, никуда от этого не уходим. То есть все равно кто-то что-то проглядит. Так вот, ТВЭКа – это когда мы каждую минуту ходим на самые популярные карты, отзывики, профильные площадки и смотрим, написали на вас новый отзыв, не написали. Через минуту написали на вас новый отзыв, не написали. И мы каждую минуту смотрим, 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 отзыв написали, мы этот отзыв собираем, приносим в личный кабинет, вас, как предпринимателя, уведомляем о том, что на такой-то площадке такой-то человек, вас только-то, поставил он такую-то оценку, написал такой-то мерзкий или классный отзыв, пожалуйста, сделай с ним что-нибудь. Я думаю, все знают 1С, сервис бухгалтерии, бухгалтера сидят, отправляя, да, свои вещи в налогу. Вот мы, как 1С, только в сфере репутации. Мы с отзывами работаем. Поняла. Я знаю, что в вашей программе есть еще искусственный интеллект. Как вообще он работает? Ну, на примере тех же ресторанов есть у нас, искусственно тебе громко сказано, машинное обучение, нейросети, сейчас это уже на слуху. То есть какая идея? Мы отзыв собрали, и дальше в этом отзыве нейросеть пытается понять, о чем идет речь. Например, отвратительный борщ. То есть нейросеть должна понять, что отвратительный борщ – это негативный аспект о еде. Официант был расторопный, ресторан крутой. Например. Расторопный официант должна понять, что это положительный аспект в сервисе, а крутой ресторан – это общее впечатление хорошее. Вот таких для ресторанов у нас есть 5 аспектных групп. Мы понимаем, о чем говорится, о еде, о напитках, сервисе, общее впечатление ресторане и интерьере. Вот и все. А у собственника есть возможность посмотреть. Не просто смотреть все отзывы лентой, а посмотреть, а что, например, плохого пишет про нашу еду. Отфильтровал и посмотрел. То есть, по сути, да, это такая автоматическая выборка ключевых слов, которая показывает самые частые ключевые слова. И ты можешь, как бы, да, если ты предприниматель, составить более целостную общую картинку о своем бизнесе, если ты просмотришь эти ключевые слова Вена. Ну, не совсем самые частые слова. Если мы говорим, что мы собрали какой-то массив данных, и там пытаемся найти самые частые слова. Нет, это немножко не так. Пришел отзыв. Были у вас в пятницу. Официанты никакие. Мы должны этот отзыв собрать, разметить его и подсветить, что официанты никакие. Это значит, что в пятницу официанты у вас были... Никакие. Никакие, да. И когда я этот отзыв как собственник бизнеса получаю, я вижу, ага, негативный аспект про мое обслуживание. Я, наверное, должен пойти в сервис администратору или управляющему и сказать, а что у нас официанты по пятницам никакие. Что у нас в четверг запара какая-то была, или у нас их мало, или не хватает. Ну, то есть провести какую-то работу. То есть мы делаем выводы на основании того, что нейросеть нам может подсветить, на что именно смотреть. Просто это короткий пример. Теперь понятнее. А бывают большие отзывы, когда, ну, как бы можно почитать, а можно что-нибудь покороче. Люди любят побыстрее. Ну, вот это побыстрее. Да, на самом деле очень классно, теперь более понятно. То есть, по сути, это действительно еще один инструмент оптимизации, когда действительно люди любят иногда в некоторых нишах особенно оставлять очень большие отзывы, ну, такие обзои, да, скажем так. И чтобы предприниматель не вычитывал каждый, он, по сути, смотрит на вот эти самые ключевые слова. Классно, очень прикольно, что реализовали это. У нас самый частый кейс, который бывает, это я, собственно, к бизнесу, мне интересно, но я все читать не хочу. А можно сделать так, чтобы я получал только негативные отзывы? Ну, ладно, давай сделаем, чтобы ты получал только негативные отзывы. Ну, говорю, ну, предупреждаем, ну, смотри, если ты будешь получать как собственник бизнеса только негативные, ну, ты будешь думать, что у тебя постоянно все плохо, все-таки хорошие отзывы тоже надо посматривать, может, все-таки классные вещи тоже должны происходить. Поэтому на самом деле все, что хотите. Хотите получать только негативные, отлично, хотите получать только с одной звездой, хорошо, хотите все, что угодно. Ну, то есть, любой каприз, который можно придумать, это мы делаем очень легко. Я поняла, то есть, есть прям очень такая точечная настойка. А если мы говорим о том, что, ну, вот, есть какой-то бизнес, там есть маркетинговая команда, они будут отвечать на эти, собственно, отзывы. Но есть руководитель, и он хочет, собственно, чтобы ему, в отличие от его команды, не приходили все отзывы, он хочет только вот эту узкую выпойку, а при этом менеджеры должны получать абсолютно все отзывы. Так тоже можно реализовать? То есть, разделить, как бы, да, внутри одного бизнеса на две группы? Да как угодно. У вас центральный офис в Москве, а вы франшиза в 50 городах. Хотите, чтобы человек, который живет в Краснодаре, получал только свои отзывы? Пускай получает только свои. Ему зачем московские отзывы смотреть? Хотите, чтобы внутри Краснодара там несколько предпринимателей, несколько разных юридистов получали только свое? Ну, пожалуйста, получайте так. Как угодно. Угу, супер. А вообще, если говорить о бизнес-нишах, кто чаще всего, ну, является вот такими прям частыми пользователями сервиса? То есть, вы сказали про то, что есть аспекты, как раз-таки, разные для ресторанов. Для каких ниш еще подготовлены вот такие вот аспекты? Ну, про сервис, общее впечатление, это применимо для всего. Но вообще у нас аудитория, наверное, основная, целевая, это сфера услуг, любая сфера услуг. Все-таки сфера услуг за своей репутацией следит более качественно, они более дорожат. То есть, если есть производители, ну, хотя нет, сейчас я не буду за производителей плохого что-то в них кидать, они тоже на это смотрят. С производителями есть свои нюансы, нехорошие. Ну, я так понимаю, производители, это вы имеете в виду тех, кто часто работает как B2B, да, то есть им не столь интересно, возможно, отзывы конечных пользователей. Нет, просто, да. Ну, давайте там какой-нибудь мерзкий пример. Выходит новая помада, вот она только вышла, она только доехала до парфюмерного магазина, пошла рекламная компания, девочки начинают смотреть, опять же, гуглить пойдут, а там уже отзывы есть. Она вчера на прилавках появилась, помада. Откуда у нее столько отзывов? Так, ответ. Мы ждем ее связку истории. Ну, их написали. Кто? Ну, тут как бы один вариант. Ну, один вариант. Агентство. Да. Ну, и в товарке это сплошь и рядом. Ну, и про то, что это очень считывается, да, как раз таки. Нет, ну, тут не то, что считывается, мы просто знаем, как это работает. Ну, в любом случае понятно, что фейковые отзывы, они не способны генерировать реальные впечатления аудитории, то есть это как раз таки история про то, что может первая покупка и состоится уже, если кто-то поверит этим фейковым отзывам, но в дальнейшем как бы мы ничего ждать не можем. Ну, компания-то деньги заработала? Да, вопрос вообще. Цель выполнена, но нам такое вообще не нравится. Поэтому, кстати говоря, у нас есть решение, когда, первое, это мониторинг, когда мы собираем отзывы, а второе решение как раз, когда мы помогаем собирать обратную связь у наших любимых клиентов. А это как, реализовано, не поняла? Ну, например, тот же ресторан, приходите, заказываете еду, перед вами там стоит какое-то рекламное носительное. Ну, тейблтент это называется, тейблтент, маленький QR-код, коронавирус нас всех научил QR-кодами пользоваться. Отсканировали, попали на страницу ресторана. Там вы можете поставить оценку, написать отзыв, и есть очень интересный развязка. Если вы написали отзыв положительный, вам все нравится, вы его отправляете, и мы, как сервис, предлагаем вам, как клиенту, этот отзыв опубликовать в открытых источниках. Очень классно. То есть мы генерируем отзывы, мы генерируем настоящие положительные отзывы, что, собственно говоря, дает большой плюс для наших клиентов. Если отзыв негативный, мы не просим его нигде опубликовать, мы предлагаем клиенту перейти в службу поддержки компаний, где он находится. Там рестораны неважные, салоны красоты. Ватсапе, Телеграм. Я перехожу в Ватсап, говорю, на меня пролили кофе. А какая обычная проблема бывает? Официант пролил кофе, не хочет получить по голове, 100% не хочет. И эту историю он замалчивает, администрация не знает, руководитель 100% не знает. На меня кофе пролили, я недовольный вышел из ресторана, написал отзыв негативный, кому вот это хорошо. Так вот, QR-код – это как раз история, когда вы, как собственник бизнеса, точно знаете, что у вас происходит, как говорится, на земле. Если плохо, то узнаете. Если хорошо, тоже узнаете, но очень быстро. И это очень большое преимущество в нашем QR-коде в том, что вы получаете отзыв, ну, сразу. Ну да, по сути, человек недообрабатывает негативное впечатление, не усиливает его. Самый частый кейс такой. Что-то произошло, человек написал в Ватсапе, что ему что-то не понравилось. Сразу же выходят управляющие рестораны, подходит к столу и говорит, Екатерина, на вас кофе пролили. Клиент с большими глазами, он удивлен, как такое бывает в наше-то время. Компенсации, некомпенсации, там всю эту историю прорабатывают. И человек, уходя из ресторана, на него кофе пролили. Но он настолько впечатлен, что они пишут потом положительный отзыв о том, что произошла ситуация. И вот начинают эти простыни. Сидели в ресторане, кофе пролили, а потом как-то люди пришли. Под большим впечатлением, вот вам пятерка. Супер, мы об этом говорили в подкасте про CGM, когда мы обсуждали как раз-таки, что если в какой-то точке контакта происходит супер-минус эмоция, мы должны в следующей точке контакта сделать эмоцию максимально высокой, то есть максимально вывести на вау. И получается, что здесь вот этот пример, он отлично иллюстрирует как раз-таки то, что происходит. Еще такой вопрос про сервис. Какое количество сотрудников или объем, может быть, должен быть у бизнеса, чтобы он уже мог и ему было выгодно и удобно пользоваться этим сервисом? Риторический вопрос. Если вы скопили денег, завтра открываете островок в торговом центре, с какого момента вы должны собирать обратную связь о том, нравится клиентам ваш островок или нет? Ну, вообще с первого, но там еще вопросы к юнит-экономике, насколько это в расходы будет вписываться. Поэтому у нас, если мы говорим про сбор обратной связи, вот про эти прекрасные магические таблички, это 700 рублей в месяц. А, так это вообще супер доступно даже для малого бизнеса получается. Это доступно для любого бизнеса. У нас как раз и стратегия была в том, что если говорить про сбор обратной связи через волшебные таблички, а про мониторинг, это достаточно дорогостоящее мероприятие на рынке. Но у нас юнит-экономика, если мы тут немножко про деньги, очень простая. Мониторинг отзывов 999 рублей в месяц, 12 тысяч рублей в год. Сбор обратной связи 700 рублей в месяц, ну там 8400, да, 8300. Вот бюджет. Хотите, чтобы вы знали, что вас пишут в интернете? 12 тысяч рублей в год. Хотите знать, что о вас думают, чтобы наполнять карточки компании с настоящими положительными отзывами? Ну, 8 тысяч рублей. Вот 20 тысяч рублей в круг. Ну, это вообще прям очень бюджетно и очень доступно. И, скажем так, да, опять-таки мы же все в бизнесе измеряем не просто тем, что, о, окей, это для нас там подходит, да, сейчас по цене, а мы измеряем тем, а как нам это окупится. Ну, то есть даже если мы будем это рассматривать как маркетинговое вложение, то у нас есть показатели вызывают маркетинговых инвестиций. С точки зрения окупаемости, ну, тут было бы интересно, да, на самом деле, через время, возможно, про КСДевит вот этих предпринимателей, которые пользуются, вообще сколько им дало это в приосте? Ну, я думаю, что там цифры будут просто колоссальные, во сколько сам окупается вот эта сумма. Нам такое не рассказывают, но я могу только цифры сказать по рынку средние, если мы про отзывы говорим, а не про возвратные инвестиции маркетинговые. Табличка наша сокращает количество негативных публичных отзывов в три раза на 300%. Нет, не на 300, в три раза. Количество положительных отзывов, которые генерятся, это плюс 500%. Очень круто. Мне кажется, несмотря на то, что мы вначале поговорили про негативные отзывы, мы зафиналили очень положительно, показав, как и чего можно добиться, если действительно работать с отзывами. Евгений, было очень интересно. Спасибо большое за опыт, за действительно статистику, потому что хочется говорить не голословно, хочется говорить про цифры. И за кейсы очень реальные, применимые, прям было очень актуально. Надеюсь, что предприниматели, которые нас слушают, смогут это применить тоже на себя и пойдут наконец-то работать с отзывами, потому что это частая проблема на рынке. Катя, спасибо. Ребята и девчата, которые занимаются независимость этого маленьким, большим бизнесом, не забывайте, что отзывы – это не про то, как вас видит ваш клиент в интернете, это про деньги. Будут плохие отзывы, к вам никто не пойдет, будут хорошие отзывы. Как говорил Борис Зарьков, будут оценки 4-5, у вас деньги будут всегда. Давайте на этой прекрасной фразе и закончим. 100%. Мы с вами услышимся на следующих выпусках. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok